Продолжение следует... Вы следите, пожалуйста, на нашей страничке в музее будет информация и, конечно, если вы получаете рассылку, вы обязательно получите тоже уведомление о том, когда это точно произойдет. К сожалению, точную дату мы пока не можем назвать. Но и для затравки могу сказать, что это не последние лекции Алексея в нашем музее, будут и другие, связанные с этим периодом, естественно, 20-30-е годы, но уже немножко в другом ракурсе. Ну и теперь слова Алексея. Спасибо, Наталья. Очень приятно, когда можно продолжить разговор, не уезжать снова на несколько месяцев, а почувствовать какой-то пульс развития диалога. И действительно, у нас это, пожалуй, из пар лекций самое интригующее, поскольку мы в прошлый раз беседовали о тяжелой форме государств, в которой хотят все контролировать, в том числе и стихи Ордеко. Несмотря на то, что это довольно сложно, у них это, увы, получилось, и Ордеко немного в своей свободе... Это чтобы улучшить. Да, в кризарные режимы... Назад, в виде, на записи полукобедные изображения, да. Очень хорошо, нормально. Вот, немного приглушили в его свободе и раскрепощенности. Но, помимо крупных государственных проектов, помимо культуры, которую один мой московский знакомый очень творчески назвал «этотической культурой», вот, да, французского слова значащего «государство», вот помимо этих «этотических» проектов, у Ордеко в 20-е годы появился еще один, в общем, тоже не менее сильный конкурент, если можно так сказать. И весьма влиятельный, ко многому обязывающая культурная инициатива. То, что принято называть «интернациональным стилем», «модернизмом», «современной архитектурой», «современным дизайном». По времени рождения эти явления, да, которые мы все сюда хорошо представляем, да, и связаны они, скажем, с именем Лекар-Дюси-Ес, с Баухаусом, по времени рождения они младше Ордеко. Но, тем не менее, когда они входят в силу, ко второй половине 20-х годов, Ордеко обнаруживает себя в новой ситуации. Ситуации, когда его нишу, нишу, претендующую на организацию жизни, быта, на окружение человека, эту нишу активно занимают совсем другие направления. Сильное, серьезное, самостоятельное, самоценное. И с этим, в общем, как-то нужно справляться, с этим нужно как-то вступать в диалог. И вот как это удалось, Ордеко это удалось, весьма любопытно, мы как раз сегодня и побеседуем. Наверное, не так долго, как это было в прошлый раз, но, наверное, это будет вам приятнее и легче. Итак, собственно, современное движение, в первую очередь, связано с фигурой Ле-Кобюзье, мастера швейцарского происхождения, самореализовавшегося во Франции, теоретика, идеолога, влиятельной личности, оказавшей системообразующее влияние на этот процесс. Собственно, перед нами его вилла Сабо или вилла Сабоа, как ее правильно называть, вилла семейства таких богатых заказчиков, для которых Ле-Кобюзье создал свое программное произведение в 1927 году. Вилла, которая напоминает одновременно и воплощение, идеальное воплощение программы, которую Кобюзье сформулировал как теоретик, и вещь невероятно привлекательная. Ну, это, строго говоря, не арт-депо, но рассказать или как-то пропустить, вы себе представляете, да, Корбюзье и виллу, нет? Или немножко чуть-чуть подробнее, да? Как скажете. Ну, собственно, теорию Ле-Кобюзье представляют по пяти принципам архитектуры, которые он формулирует в начале 20-х годов. Свободный план, его компоновка, свободный фасад, который перестает быть таким недвижимым, самооценным, становится мобильным, изменяемым. Это дом на опорах, да, дом на ножках. Это плоская крыша, это ленточные окна. Это признаки, которые одновременно и идеологические, и стилевые. Принципы, по которым конструируется по законам Ле-Кобюзье новая архитектура. Вилла Савой иллюстрирует эти принципы, здесь все это можно найти. Это дом, который, да, как прокламировал Ле-Кобюзье в одном из фильмов, которые были созданы при его участии, автомобиль, машина для передвижения, аэроплан, машина для полета, а дом, машина для того, чтобы жить. Машина для жилья, машина для того, чтобы в ней обитать. И, действительно, это, с одной стороны, очень, казалось бы, строгая программа. Человек становится винтиком в машине. Но, на самом деле, это не совсем так. Это очень привлекательная и включающая в техницистскую модную игру эстетика. И она никогда не стала бы такой влиятельной, если бы не была привлекательной. В эту игру очень приятно и интересно включиться. В эту виллу приезжаешь, действительно, на автомобиле. Вилла принимает в себя автомобиль, поскольку ее план рассчитан под радиус движения, радиус поворота автомобиля, причем конкретной марки, которые были у этой семьи Сабуа. Машина заезжает в гараж, который отодвигается с такой специальной шторочкой. Очень удобно, тоже эстетски оформляет. Автомобиль, перед тем, как заедет в гараж, выпускает хозяина внутрь. И хозяин начинает жить, восходя по интерьерам этой виллы, вверх, действительно, восхождение по пандусу, без ступеней. И здесь очень важный принцип архитектурной прогулки у Корбюзье реализуется, поскольку это архитектура, которая воспринимается не в статике, а в движении. Архитектура мобильная, в которую въезжаешь и в которой все время движешься, не стоишь на месте. И вот плавный пандус, который делает движение человека плавным, а не резким, как на ступеньках, позволяет воспринять все это, как некий кинофильм, который ты показываешь самому себе. Кинофильм по современности, кинофильм о здании, которые соответствуют времени, когда появились. Быстрые, удобные автомобили, аэропланы, пароходы. И здесь эта игра постоянно поддерживается. Двери узкие и с маленькими миниатюрными ручками, как если бы это были какие-то двери-кают. Отопление выведено в трубу, из которой постоянно идет дымок, то есть это пароход, который еще и поддерживает визуальный эффект соответствующий. Дом с палубами, которые тоже напоминают некий плывущий в пространстве объект. И ножки, которые как будто бы поднимают это над зеленым морем газона. В общем, очень образно насыщенная, очень такая яркая, запоминающаяся, очень импонирующая игра. И в нее, конечно, с огромным удовольствием включались многие-многие заказчики. Но она становилась более влиятельной. Но, как бы сказать, лучше идет в том, что эта архитектура лучше всего воспринимается тогда, когда в ней действительно живешь, когда по ней действительно проходишь ногами. Фотография, что называется, не передает совершенно. А в прессе того времени можно было увидеть, в общем-то, только фотографии. Очень мало людей действительно посещали эти памятники, очень мало людей были с ними знакомы изнутри. И это в какой-то степени осложняло приятие законов этой современной архитектуры, делало освоение эстетики таким, может быть, более или менее механическим процессом. Ну, отчасти это отлегчало задачу арт-эко, которая уже существовала в своем поле, активной, и, может быть, современную архитектуру поначалу переигрывала. Это Лекар-Бюфьен. А со стороны Центральной Европы у Варда Коа тоже, да, он сформировался серьезнейший конкурент. Вот здесь можно вспомнить о теме, которую мы обсуждали в связи с началом 10-х годов 20-го столетия, когда немецкие мастера прикладного искусства экспонировали свои произведения на осеннем салоне 1910 года, и французские мастера прикладного искусства почувствовали себя поверженными, почувствовали себя проигравшими войной. Конкуренция между Германией и Францией в свое время дала, собственно, импульс тому, что стало арт-эко. И сейчас, во второй половине 20-х годов, когда в Германии крепнет государственная школа Bauhaus, место, где объединились крупнейшие дизайнеры, место, которое из такой постсимволистской, очень умозрительной программы превратилось в очень живое, практичное, успешное место рождения и воспроизведения очень влиятельных стилевых норм, сейчас это вновь становится, в общем, для Франции довольно серьезным конкурентом, внушающим большие опасения. Ну, собственно, известно, что в Bauhaus было несколько мастерских отдельных, довольно много, мастерская, скажем, живописная, мастерская живописная, стеклея, но самыми востребованными, самыми успешными были две мастерские, архитектурная, мастерская обработки металла и мастерская деревообделочная. То есть, мастерские связаны с конкретными прикладными задачами создания современного дизайна. Здесь, действительно, по-немецки это было выверено, по-немецки емко и до кончу, по-немецки технологично и воспроизводимо. И мебель из стальных трубок, рациональное использование современных материалов, такие как стекло или какие-то первые пластики, создание образцов, легко внедряемых в промышленность, все это Bauhaus прекрасно умел воплотить и распространял не только в своем регионе, но все шире шагал по Европе. И Франция, в общем, каким-то образом должна была дать на это ответ, на конкуренцию внешнюю, к которой она всегда относилась с большим подозрением и с значительной долей порождественности, и на конкуренцию внутреннюю. И этот ответ пришел в области, был создан в области более или менее компромиссной, где, ну, такая жизнестроительная, строгая программа авангарда, интернационального стиля, современного движения и развлекательность, которой скорее тяготела арт-эко и его умение абсорбировать и делать приемлемыми, интересными разные мотивы, разные традиции, объединились и создали вот такое замечательное явление под названием Union des Artistes Modernes, союз современных художников, где как раз и объединились мастера, активно осваивавшие эстетику интернационального стиля, но перерабатывавшие ее для какого-то более общего социального интереса и восприятия. Собственно, вот плакат, должен сказать, что логотип этот, да, вспоминающийся, разработал французский плакатист Поль Колен, который, в частности, создал знаменитый плакат «Ребюнегр», да, один из эталонов арт-эко в середине 20-х годов, сейчас, в 30-м, он уже формирует вот такую более подтянутую, если можно так сказать, эстетику. Нужно сказать, что создание UAM было очень чуткой реакцией сразу на два события. Одно организационное, а другое экономическое. Организационное дело в том, что в 1928 году Лето Бютье, по его инициативе во Франции и в Швейцарии, да, между двумя странами, был создан Международный конгресс современной архитектуры, то, что известно как ЦИАМ. То есть, интернациональный стиль оформился организационно и усилился, перестал быть разобщенным и таким образом намного более серьезно усилил свое влияние в мире. А экономическое, конечно, вы угадаете. И без меня Великая Депрессия, которая началась в Соединенных Штатах, во Франции, да, волнами шло влияние мирового кризиса, и к середине 30-го года влияние это дошло и до Франции. Что, конечно, сделало намного более сложным работа мастеров артекона рынка. Их дорогие материалы, дорогие технологии, роскошь, как и в Америке, о чем мы отчасти уже успели сказать на одной из наших прошлых встреч, перестали быть столь востребованными, перестали быть символами успеха, стали символами, в общем, испытания времени и стали знаками, ну, такой избыточной роскоши, может быть, которую надо во время кризиса слегка ограничить. Поэтому стремление к более дешевым, более простым материалам, стремление к тому, чтобы роскошь ограничить и каким-то образом с ней контрастировать, было довольно серьезным. И пусть эти новые предметы подчас стоили дороже, чем прежние, тем не менее, выглядеть они были должны совершенно теперь уже иначе намекать на этот новый добровольный аскетизм. Так, что же. Одна из выставок «ЮАМ». Мы видим, что этот логотип старались сделать запоминающим, все-таки мы повторяем, мы воспроизводимым. И очень гибко эта организация действовала, устраивала выставки, устраивала всякие всевозможные акции, очень много публиковала разнообразных изданий. Все потому, что во главе ее стоял довольно любопытный персонаж, архитектор Роберт Малестевенс. Мастер, который работал на стыке французской и бельгийской культур, мастер, который в молодости, в конце 900-х, начале 10-х, очень серьезное влияние венского ассоциона, испытал и вот его проекты начала 20-х годов, которые как раз об этом свидетельствуют. Мастер, который через арт-деко пришел к освоению эстетики интернационального стиля современного движения и очень творчески начал с этим взаимодействовать, поняв это изнутри и пытаясь адаптировать это к каким-то более компромиссным взглядам своих заказчиков. Вот созданная им в середине 20-х годов пилла семейства Ноай в южно-французском городе Иере. Иер стоит недалеко от Тулона, на побережье Средиземного моря, считается одной из самых южных точек Франции. И над побережьем царит такой довольно высокий, ну не не гора, а холм, наверное, высокий. Вот почти на вершине этого холма в середине 20-х годов строится пилла для одних из основных покровителей современного искусства во Франции того времени, поскольку Викон де Нуай и супруга Мари Лор де Нуай как раз покровители, скажем, искусства сюрреалистов, которые заявляют о себе начиная с 24-го года официально. Это спонсоры проектов Сальвадора Дали, фильмов Луи Буниэля, Уис Буниэля. И одновременно они взаимодействуют и с современным искусством. И, в общем-то, это аристократы, богачи, которые привыкли жить комфортно и, в общем, в очень строгой атмосфере современного стиля, наверное, жить еще пока не готовы. Так что это не машина для жилья, как у Оля Кобюзье, а скорее парк развлечений в духе современной техницистской эстетики. Это тоже дом-корабль, причем, по-моему, у него фотографии нет, о, нет, извините, не поставила. У него есть действительно нос, причем треугольное пространство, где был создан такой модернистский сад. Сад в духе абстрактной картины, но при этом созданный из цветочных клумб. Вот палуба, палуба одновременно газон. И в стенах, в обрамлении этого газона сделаны такие прямоугольные прорези, окна, которые служат чудесными обрамлениями для окружающих средиземноморских пейзажей. Это своего рода личная картинная галерея Виконта Денуай. Палуба прогулочная и надстройка парохода, которая действительно даже и не пытается изображать с собой что-либо другое. Это, конечно, игра в стиль пакет-бот, как его тогда еще называли, еще с этим ветровым колпаком, который показывает направление ветра. Кстати, от этого колпака специальная система приводов давала информацию о силе и направлении ветра в разные помещения этого дома, в гостиную, в кабинет хозяина и так далее. Конечно, для виллы это просто сверхнеобходимая информация, какой ветер и куда он дует. Мы же не на корабле, но тем не менее они очень хотели себя почувствовать в атмосфере этой игры и в атмосфере этого корабельной эстетики. Вот отличия в нюансах. В декоративности вот этих ступенчатых конструкций, в апеллирующих традиции обрамлении входов, в ступенчатом этой надстройке в целом, мы видим, что здесь уже требования не строгие, это не выверенные линии Ле-Корбюзье, который не допускал декоративных элементов в своей архитектуре. Пространство компромисса, пространство игровое, пространство очень гибкое, очень изменчивое, какова и сущность арт-депо. И с этой точки зрения эпоха очень любит поиграть в то, что теперь мы живем в современном мире, в мире техники, где все рассчитано, все калькулировано, и, скажем, итальянские футуристы, которые были очень серьезно верховодили в этой игре еще в десятые годы, сейчас в 20-е годы в лице, скажем, Джакома Пауэллы создает вот такие произведения под названием «Влюбленные цифры». Цифры, мир чисел наполняется эмоциями, проживается и соотносится с человеческим естеством. Подтянутый силуэт, очень большое внимание, которое уделяется новым практикам, новому телесному коду, новому отношению, скажем, к спорту и к тому, что сейчас называемый фитнесом. Вот такой костюм для игры в гольф, как раз идеальный образ, тонкий, как спичка дамы нового идеала красоты 20-х годов, подтянутый и современный. Хоко Шанелли, да, воплощает этот идеал в мире высокой моды со своей подчеркнутой простотой и практичностью нарядов, которые на самом деле воплощали в себе роскошь этой новой эпохи. Это маленькое черное платье, которое всем знакомо и стало ее символом. Спорт, поддержание тела в форме, поддержание здорового духа в этом теле, наверное, хорошо показать на примере той самой Дилануай. На одной из палуб расположился бассейн, крытый бассейн с, опять же, с этими окнами, с огромными стеклами, которые могли открываться, могли открываться. И это пространство одновременно и развлекательное, и обязывающее, обязывающее к тому, чтобы быть совершенным с точки зрения телесности, развлекательное с той точки зрения, что здесь, да, вы видите, вплоть до того, что трапеции натянуты какие-то, на которых можно раскачиваться и забавляться, как дети во время купания. Освещение делает этот бассейн подобием зала, где в темное время суток соприкосновение воды и света создает необычные эффекты. Ну и понятно, что из бассейна тоже можно любоваться окружающим видом, эта игра здесь продолжается. Всевозможные произведения связаны с новыми стилевыми тематическими клише, в данном случае с культурой бассейна, прыжка в воду, водных процедур, тело, которое взаимодействует с водой. И от высоких образцов, которые мы сейчас посмотрели, и до культуры популярной моментально распространяется тоже такая вертикальная мобильность, о которой мы много говорили в связи с РДП. Вот реклама, кстати, как раз освещенного бассейна в Валенсии 1934 года, так что спустилась очень быстро. Иногда эти формы, связанные с эстетикой новых бассейнов, приобретают более утяжеленную трактовку. Это итальянский памятник среди 30-х годов, клуб гребцов Купомо, дизайнера Джанни Монтеро. Италия, как вы знаете, она в свою роду с традицией намного более активно взаимодействовала, ну и, собственно, режим тамошний скорее к таким монументализированным формам тяготила. Молестеренси еще немножко нужно посмотреть в связи с этим. Наверное, самый цельный его проект – это улица, которая, собственно, три раза не надо гадать, как она называется. Называется она улица Молестеренси в Париже, в 16-м округе, и далеко от Морматана она находится. Это район, который очень активно застраивался тогда, не столько виллами, сколько многоквартирными домами. Такая, как теперь в Москве некоторые люди говорят, девелоперская архитектура. Но была и девелоперская архитектура 20-х годов. То есть, в общем, вещи вполне безликие, но улица Молестеренси не такова. Это несколько вилл, объединенных в единый ансамбль, работающих в комплексе, как тоже как своего рода обыгрывание темы архитектурной прогулки, поскольку по этой улице можно проходить променадом. И это, на самом деле, очень короткий отрезок, строго говоря, не улица, это тупик. Но, тем не менее, тупик, с которым можно было узнать и почувствовать стилистику ЮАМ, стилистику Союза современных художников. И вот самое запоминающееся, наверное, здание здесь – это вилла скульпторов братьев Мартель, Жанна и Жоэля Мартель. Вот она. Это то, как она выглядела в 20-е годы. Сейчас, вы видите, все это довольно сильно заросло уже. Но, тем не менее, тоже. Это, в данном случае, пароход, который прибыл в город. Его пришвартовался где-то на окраине Парижа тогдашней, с его палубами, с его капитанским мостиком, опять же, стилизованной крупной трубой, развитой, и всеми атрибутами, присущими ему. Как это выглядит? Это тоже архитектура, которая обыгрывает в данном случае практические потребности скульпторов для своего ремесла, большие окна мастерских, крупное пространство для работы, и, конечно, воплощающая эстетику, связанную с пульсом современной жизни. Вот как это выглядит сейчас. Да, в тени это пребывает, в такой благостности. В УАМ, лидером его был архитектор. Но входили туда, разумеется, не только и не столько архитекторы, сколько дизайнеры, мастера прикладного искусства. И, собственно, Малис Терен, создавая свои проекты, очень активно взаимодействовал со своими коллегами в этих областях. Скажем, вот эти вот витражи, они не безымянные, они принадлежат очень значительной фигуре. Французскому мастеру Луи Борилье, который мог, собственно, создавать, адаптировать эту стилистику, эту эстетику к самым разным потребностям и самым разным возможностям. Скажем, да, мы говорили о человеке, связанном с художественным лаком, с Жанне Дюнами, о человеке, связанном со сварным железом, о Бетгаре Брандсе. А Луи Борилье – это человек-витраж. В такой вот геометрической эстетике, как вы видите, она обыгрывает и мотивы абстрактового искусства, мотивы, скажем, живописи Питера Мондриана, так что между мастерами современного абстрактного искусства и потребителями выстраивается череда посредников, с удовольствием передолковывающих язык нового искусства на более понятных формах. Ну, собственно, и опять же, изменение сущности предмета. Много ли вы видели витражных широк? Вообще, строго говоря, что она скрывает с собой? Там вообще можно укрыться или нет? Ширман для чего вообще служит? Чтобы сгорожать пространство в комнате и для одевания, для смены туалетов? Здесь это приобретает какие-то пикантные акценты в результате, если уж так вдуматься. Вот, собственно, произведение самих Жанна и Жоэля Мартелей. Мы видим, что, как многие мастера 20-х годов, они сочетают образы фигуративные, образы видимого мира, образы такие жанровые сцены с влиянием кубичной эстетики, кубизма, кубистического искусства. И вот такой аккордеонист с середины 20-х годов как раз времени создания их виллы тому свидетельство. В паре с Молест и Венсом часто работал и мастер парижской школы Жак Липшиц, знаменитый скульптор, это мировое всем известное имя. И мы видим, что он попадает тоже в этот более-менее декоративный, компромиссный контекст, и его интерпретация кубизма тоже шаг, такой мост между строгой эстетикой абстрактного искусства и современного движения и миром арт-деко. Вот еще Жан и Жоэль Марте, их такая рекоративная панель, даже, в общем, производившаяся, как вы видите, мануфактурой Севера. То есть, ну, вещь более-менее массовая, выигрывающая вот эти характерные для арт-деко лучевые мотивы, мотивы сияния и тех форм, которые дали ему локальное название стих-зига. Еще один Липшитт, мотивы кубистических натюрмортов, скажем, Пикассо, Брака, Хуана Гриса. Липшитт переводит в трехмерность и стилизует, чтобы создать вот такие компромиссные работы во второй половине 20-х годов. Композиции Фернана Леже, о котором здесь тоже уместно вспомнить, часто оформляют интерьеры мастеров и, скажем, на виллах, построенных Малле Стивенсом. Работа Леже часто можно было видеть, как, кстати, на виллах, построенных в Лекар-Бюзье. Так что этот интерес к художнику заказчики разделяли. И Леже, который старается создать искусство понятное, искусство посредник между миром современной техники и традиционным запросом человека на фигуративность, на понятность, на ясность, здесь очень хороший пример этого живого взаимодействия и востребованности искусства Леже как миром близким арт-экоу, так и миром близким интернациональному стилю. А вот такой мастер Брюно де Сильва Брунс тоже, его вещи часто оформляли в интерьер этих вилл, мастер декоративного враткачества. И, собственно, это должно не висеть на стене, а лежать на полу. И, собственно, язык геометрической композиции, язык, который и Монтриан, и Паухаус, и французские мастера страшного искусства, да и русский авангард, не надо об этом забывать, скажем, его ткани развивают, Либу Попова, Варвара Степанова. Все это перетолковано на языке мягкого, облегающего ноги, Авра, и, собственно, такие компромиссные мастера дают возможность тактильно соскоснуться с современным искусством, не делая для этого слишком больших усилий. Усилий больше, чем приобретение этого предмета. Молест Эвен был мастером очень гибким и создавал интерьеры очень разные по содержанию, по настроению, умел варьировать эмоциональный настрой, создаваемый теми или иными своими произведениями. Скажем, мог создать зальное пространство в частном интерьере, похожее, скорее, на общественное сооружение, а мог создать очень интимное, замкнутое, герметичное пространство. Это его собственная мастерскара, где была приемная, являвшая собой одновременно и выставку работ Робера Молест Эвенса. И вот, собственно, обыгрывание этих модных тем, клееной фанеры, стальных трубок, рациональных форм, поданных в таком декоративном, развлекательном духе, наверное, лучшая иллюстрация подхода Молест Эвенса. А вот его чудесный совершенно проект, так называемый «Стеклянный дом доктора Дальзаса». Это представьте себе двор Парижского дома, правда, в Париже улица и такие крупные ворота деревянные, которые так просто не открыты, там надо позвонить, чтобы консьерж вам открыл, и вот, когда вам откроют эти ворота, вы прокрутите через арку в небольшой двор, как правило, мощенный полушником, и вот внутри такого двора построен этот стеклянный дом, который фактически является собой ширму, наложенную на традиционные фасады традиционного Парижского дома эпохи архитекта, эпохи градостроителя Османа. И это, опять же, игра. Мобильный фасад, вспомним свободный фасад, но это фасад, спрятавшийся, декорирующий собой традиционную Парижскую архитектуру. И опять же, роскошный, дорогой модернизм, который скорее не учит, как и не диктует свои правила, а адаптируется. В данном случае вполне в прямой форме. Фасад этот действительно как декорация, как модный какой-то аксессуар, как, не знаю, шаль, накинутая на плечи. Вот такой стеклянный дом, да, и здесь все его компоненты прочитываются как раз с поправкой на такую игру. Скажем, это не что иное, как стеклоблоки. Они появились как раз только тогда. Это ультрамодный, ультрасовременный материал, который используется в промышленности, которым на фабриках застраивают оконные пролеты, чтобы создать такой правильно рассеянный свет. Здесь, конечно, никакие стеклоблоки не нужны. Они функционально никак не оправданы. Рассеивать свет в современном доме богатого заказчика совершенно не нужно. это игра и эстетское обыгрывание ультрамодного и современного материала. Вот еще одна такая дама-мастер, лучше сначала это что-то покажу. Эйлин Грей, родом из Ирландии, перебравшаяся в Париж на рубеже 10-20-х годов и прожившая в нем более чем до 90-летнего возраста. Такая легенда парижского французского дизайна. Эйлин Грей, участница Юам, соратница Малеста Венса и еще один очень яркий персонаж, создававший такую жизнь в духе, в ультра-современном духе, но именно подавая его в опять же игровом формате, свойственном, присущем арт-деко. Вот такую виллу строит она в 1927 году в Рокебрюнк Мартен. Место это известно больше всего тем, что именно там трагически закончилась жизнь для Корпюзьена. Об этом чуть подойдя. В 1927 году приходит туда купает небольшой участок и строит там вместе со своим возлюбленным виллу Эйлин Грей Вилла это называется Вилла Е 1027 Код который абсолютно персонален 27 понятное дело это год основания Е это Эйлин это начало ее имени 10 число которое объединяет до конца это даже еще и не расшифровано в полной мере личная тайна которая подана в форме некоего ультра современного кода и вот интерьер который намекает опять же на мобильность на путешествие вот фотография которая лучше это показывает о вуайер путешествии очень комобильный как каюта опять же это дом который смотрит на море подобно океанскому пароходу пространство открытое но одновременно это теплые ковры это такая теплая цветовая среда комфорт облегающий и обволакивающий человека то есть в общем та смысловая зона которая оставалась традиционно за арт-деко и опять же это уже не такой строгий модернизм как у корбюзье корбюзье ковров не было и таких развлекательных декоративных панно тоже эллин грей показывает себя так такой изысканный мастер компромисса вот такие гостевые комнаты были в этой вилле на этой вилле опять же создавать что-то каютоподобное не было никакой национальной необходимости можно было построить традиционную ужасную виллу но очень хотелось себя почувствовать в путешествии в динамике с движными перегородками с рационально организованным интерьером так что в эту игру с удовольствием Эйлингрейт включается для виллы она сама разрабатывает мебель мебель инновационную с ну как-то такую рациональную продуманную удобную она использует очень активную эстетику Баухауза но при этом она сделана из очень дорогих и фактурно богатых материалов это художественный лак это специально тонированное стекло это ценные породы дерева которому придана такая намеренная простота и получается что это вещи созданные в единственном экземпляре индивидуальные обволакивающие личный мир человека формирующие его интимное пространство но при этом решенное в ультрасовременном духе это и есть вот это самое пространство компромисса и эта мебель сама собой уже начинает восприниматься как что-то декоративное как элемент в котором функционально никак не обоснован выемка это игра это обыгрывание форм современной архитектуры в таком более или менее развлекательном духе ширмы опять же тема ширмы но здесь Элин Грей все-таки дама она знает для чего ширма нужна и все-таки это плотная цельная вещь но вещь которая формирует интерьер которая позволяет его реорганизовать и которая играет форму очень серьезно Элин Грей как и Жан Дюнам была мастером художественного лака знатокоматой технологии и умела на языке художественного лака истолковывать язык абстрактного искусства и здесь да вот эта эстетика геометрически выверенных композиций опять же вспомним Мандриана голландскую группу The Stale Тео Бан Дуисбурга скажем мы их еще немного посмотрим потом здесь это подано в таком драматическом традиционном скорее сочетании цветов и свойственном искусстве Дальнего Востока еще один участник группы ЮАМ Пьер Шарроу мастер которого мы смотрели немножко в связи с искусством прикладным началом 20-х годов и выступлением 25-го года впоследствии он переходит в ЮАМ и начинает создавать интерьеры опять же обыгрывающие вот этот минимализм интернационального стиля но пожалуй он еще более избыточен в этом своем языке у него здесь есть и такие изогнутые формы переезжающие растительные мотивы традиционное кресло да и камин согревающие хотя подавлены в некрасивом геометрическом духе вещи очень игровые опять же пространство герметичное защищенное как раннее начало 20-х годов французский интерьер декор Пьер Шаро вот такой столик скажем мог создать столик с внутренней подсветкой из очень дорогих пород дерева где такое специально обработанное отравленное стекло представляет собой модный пьедестал для ну скажем каких-то коктейлей которые были тогда очень в ходу то есть вещь уже совершенно игровая но решенная в геометрический упорядоченном минималистическом стиле современного движения и лужа принадлежит вот такой стол рабочий стол ну можно ли за ним работать или скорее это игра в современную рациональность организованность четкость на самом деле здесь скорее это именно игра и может быть эта вещь не очень функциональна не очень удобна зато создает ассоциации с комбинированной всевозможной мебелью с функциональными вещами включающими в конструкцию аэропланов самолетов автомобилей навекающие на это сочетание материалов но одновременно скажем не забывающие о намерке на искусство черного табурет которые очень любили воспроизводить в париже двадцатых годов в мебели здесь да и плюс этот черный цвет несомненно этот намер сохраняется так что игра вновь многоуровневая и это включает втягивает такие предметы в пространство арт-депо жорж дьо буржуа такого же рода он этот мастер да тоже дьоан и здесь он использует хромированную сталь материал остромодный в это время опять же хромленное стекло опять же вот этот цветовой эффект вещь ультрасовременная по виду но зовущая скорее включиться в игру чем подчиниться канонам жан пруве крупный французский дизайнер участвовал весьма активно и вот это вот кресло под названием гран-репо большой отдых крупный отдых 30-й год и скажем здесь мягкая обивка листовое железо покрашенное такой утилитарной эмалью казалось бы вещи очень однозначные но естественно здесь все пронизано игрой опять же ну во-первых сам облик этой вещи да очень строгие материалы и название как-то большой отдых да ты что-то как будто бы хочешь развалиться но вроде бы как в технике современной не очень принято отдыхать там нужно или править машиной или как-то да в роли пилота выступать или уж по крайней мере в роли капитана опять же вот эти барашковые гайки да совершенно функционально необоснованные и ты не станешь естественно а не для того чтобы быстро что-то отвинчивать ну зачем тебе отвинчивать мягкие подлоконники это совершенно не нужно то есть игровые элементы элементы которые зовут к такому к понятному диалогу к доступности к тому чтобы перетолковать вот этот мир современной техники в доступном духе сделать его привлекательным Луан это умел ну как никто Луи Сонье барный стул 29-го года ну здесь эстетика Баухауса на него явно повлияла своего рода французская адаптация баухаусовской эстетики и ее истолкование ну с той поправкой что Баухаус оформляет новый быт Сонье и пытается сформировать его а Сонье скорее с этой своей вещью адаптируется к традиционным потребностям французской ну такой полуразвлекательной культуры бар форма да развлекательной развлекательной культуры 20-х годов современная связанная с развлечениями ясно что это ну некоторым вроде лишает эстетику баухаузы жизни создательного пафоса а вот еще одна работа с Сонье и с ней тоже в общем все понятно кресло которое уже хорошо хоть не называется Гран-Рекло а то бы с него тоже осталось потому что здесь игра в полной мере игра конечно в эстетику автомобильную это пропорции цвет и материалы которые использовались в создании автомобилей того времени обивка вот это именно эти цвета именно вот эта подушка сиденья ее можно было увидеть открыв дверь автомобиля но здесь автомобиль приезжает в богатую гостиную и собственно сверкает крыльями как дорогая гоночная машина крылья оказываются подлокотниками ладно неплохо садимся и начинаем раскачиваться на пружинах которые конечно тоже включаются в игру и даже можно собственно как дети попытаться немножко попрыгивать в этом кресле так как если бы тебя укачивали пружины дорогого лимузина или скажем быстрого спортивного болида вот таковая кстати как вам берет элементы современного техницизма и обыгрывает их в максимальном развлекательном духе в юан было довольно сильное крыло связанное с ювелирным искусством и мастера его каждый по-своему тоже работали в этом направлении вот такой Жан Пюйфор Са кто-то произносит Пюйфор Ка но это не совсем правильно вот такие часы которые тоже такой эстетики балкаузовского минимализма хромированная сталь проницаемость но качество исполнения полированное и с такой сложной обработкой формы поверхности превращает это в вещь не тиражную вещь уникальную такой сервиз для кофе и тоже работы Жанна Пюйфор Са да если вспомнить скажем вещи которые создавались балкаузом в этой же сфере у балкауза конечно намного больше функциональности продуманности у Пюйфор Са скорее игра в современную такую граненность в ополированные формы стальных боков современной техники Жан Фуке ну мы помним Жоржа Фуке создателя таких избыточных ювелирных украшений пышных экзотических раннего французского артекола у него был сын геннадий ювелиров Жан Фуке который работал в модернистской эстетики но создавал вещи которые уж точно ничему не служили кроме как декоративным игровым целям скажем дамская сумочка конца двадцатых годов конечно с которой было совершенно не стыдно прийти в гости к Эйлен Грейли к доктору Тальзасу владельцу шлиферного дома он мне сказал про Корбюзье и Эйлен Грейли сказать изменить это такой возврат будет немножко ну вот в общем эта вилла действительно рукоперенка фартен двадцать седьмой плод уже в пятидесятые годы что-то заставило Ле Корбюзье приобрести там участок земли причем прямо рядом с этой виллой и построить маленькую такую архитектурную историю единицу ну как есть жилая единица а там он построил экспериментальную единицу для отдыха такие кабинки уже до краба с 50-х годов мастер который скорее пытается диктовать массам свои нормы и разрабатывать некие нормативы для рациональной жизни рационального устройства жизни масс он строит вот эту единицу для отдыха которая конечно тоже была на самом деле заказом для скорее людей состоятельных и он проводил там время сам не в этой единице а в своего рода хижине это еще один проект Лекорбюзье построенный там же для него самовой вот эта маленькая хижина стала на годы прибежищем Лекорбюзье он туда возвращался довольно часто и что же вот зачем все-таки он это сделал я думаю что он конечно ревновал ревновал к эстетике Эллен Грей очень влиятельный успешный в чем-то его опередивший и все-таки он хотел как-то ее переспорить поставить точку в этом споре и учитывая то что вилла Е-10-27 к этому времени была уже ползаброшена Эллен Грей уже там не жила история совместная этой виллы закончилась вместе с этой историей любви Эллен Грей и Лекорбюзье вроде бы как остался победителем но как-то он пошел купаться на пляж галичный и увы собственно произошел сердечный приступ и Грей уже из моря сам не выполнен как видится судьба довольно жестока в этом идеологии в этом споре поставила точку такая очень получившая история отчасти печальная ладно вернемся к Жану Фуке и идем к Раймону Тамплие еще один мастер ювелир Юама и он особенно прославился своим главным изобретением сборными украшениями комбинированными украшениями серьги броши броши колье всевозможные вещи которые можно было одним движением руки с эффектным щелчком разделить и заставить перекомпоноваться заново украсив свою прекрасную владелицу такую игру придумал Тамплие конечно в общем это функциональность вроде бы как строгость вроде бы как рациональность но опять же функционального значения в этом собственно никакого нет не такое же большое место занимают украшения это конечно игра снова игра в современную эстетику в техницизм что даже украшение щелкает и эффектно комбинируется подобно ну каким-то скажем действительно функциональным деталям современной машины или самолет вот опять же брошь которую можно было разделить и превратить в сейки вот браслет от которого отделяется элемент и становится становится брошью объединяясь в целостный ансамбль на теле владелицы вот украшение работы Раймона Тамплие которому украсила себя актриса Бриджит Хелм в конце 20-х годов эти серьги напоминающие по очертанию американский небоскреб ступенчатый вот этот стиль небоскребов Америки 2-х 20-х годов здесь эти украшения я думаю тоже по что-то можно было объединить каким-то образом эффектным щелчком соединить и получить угрожь к пыму Жарар Сандос уже заканчиваем смотреть ювелирные украшения если вспомнить скажем скульптуру Жака Липшетт его обыгрывание мотивов живописи кубизма здесь тоже можно увидеть эти очертания напоминающие то ли гитару то ли скажем женский силуэт у Пикассо гитары женский силуэт очень часто взаимодействуют на смысловом поле у Жарара Сандоса тот же самый диалог но в форме ювелирного украшения в форме которая адаптирует современное искусство через язык интернационального стиля к миру ардеко еще одна вещь Жара Сандоса у него вещи были все-таки неразборные это была прерогатива тамплие хотя казалось бы уже посмотрев на тамплие это еще хочется разобрать что-нибудь из нее такое интересное устроить даже в ближайшем окружении Элекар Бюзье были мастера которые скорее не ЦИАМу не Международному Конгрессу современных архитекторов а ЮАМу Союз современных художников были сопричастны это Шарлотта Криан ближайшая заранница Элекар Бюзье крупнейший дизайнер мебели интерьеров 20-го столетия вот скажем такой бар под крышей она создает в конце 20-х годов этот бар и сверкает криволинейными плоскостями напоминающими ну скажем какую-то посткубистическую декоративную живопись и эффектные ступенчатые формы здесь присутствуют короче говоря пространство скорее декоративно по декоративному ключе решенное но тем не менее мебель из стальных трубок скажем да присутствует и здесь и именно мебелью из стальных трубок и своими вещами в металле Шарлотта Бериан больше всего прославилась вот самый их знаменитый из Элекар Бюзье проект Шезонг который разработан по канонам Элекар Бюзье это вещь которая анатомически максимально правильное положение для полу лежания придает человеческому телу то есть я был в этом смысле человеком очень строгим но Шарлотта Бериан опять же придает этому скорее ну может быть более сдержанной чем у Пруве или Сонье но тем не менее читаемый игровой мотив с сопоставлением шкуры мерка мотива природного связанного скажем по смыслу и с освоением неевропейской культуры очень близким Артеку и соединяющим его с эстетикой стальных трубок с эстетикой современного мира еще один эскиз работы Шарлотт Бериан она шла к большему упрощению под влиянием к Рубюзге декоративные элементы постепенно уходили из ее языка она стремилась все больше к такому сдержанному минимализму вот это кресло кресло B302 в общем мастера этого направления очень любят коды цифровые обозначения у каждого своя система если в Баухаузе она была строгой упорядоченной то для французских пантеров это скорее игровой язык Ренет Эрбст мастер тоже Юама видно как он использует стальные трубки в общем-то не для создания современных форм он скорее обыгрывает эстетику пириан а форму берет традиционную форма скорее соответствует общим пропорциям мебели эпохи арт-деко меняется только материал Жан Леурса архитектор прославившийся как архитектор скорее был и дизайнером он кстати говоря с 1934 по 1936 год работал в Советском Союзе школу строил к счастью успел уехать потому что после того как он покинул Советский Союз школы им построены в общем очень начали серьезно критиковать он рисковал уже на грани находился и он во Франции пытался очень активно адаптировать баухаусовскую эстетику мебели и стальных трубок вот собственно как он это делал и такой французский элегантно изгибает эти трубки вписывает в них геометрические плоскости так как если бы это была кубистическая или абстрактная скульптура или абстрактный живописный этюд но здесь в данном случае это рабочий стол начало 30-х годов вот такой более рациональный пример использования эстетики стальных трубок этот гарнитур производился промышленно фирмой тонет хотя и небольшом количестве в начале 30-х годов работа французского дизайнера геома который тоже был участником геома и мы видим что когда возникает тяга к большей функциональности когда возникает необходимость воспроизводить что-то промышленно то собственно стальные трубки перестают выпячиваться они действительно выполняют ту функцию для которой предназначены они представляют собой надежный четкий каркас предмета мебели подлокотники уже не прикручены демонстративно барышковыми гайками откручивать их не нужно они стоят на месте в общем вещи более рациональные более удобные более честные чем игровые работы мастеров юан Жан Бруве вместе с Жюлем Ле-Ле еще одним дизайнером из ЮАМа в середине 30-х годов получают большой государственный заказ создание мебели для военного санатория и создают вот такую серию работ из металла металл металлическая но она если вести речь о кровати то скорее имитирует форму деревянную она старается быть привычной для пациентов этого санатория здесь ну скорее работа конечно уже не развлекательная а более практичная и от этого вывод эстетика стальных трубок начинает действительно напоминать мебель для операционных и чаще всего как раз мебель стальных трубок и применялась в медицинских учреждениях если говорить о массовой продукции ну а теперь собственно немного о тех мастерах которые эстетику современного движения восприняли поняли по-своему в вам не входили им это было не нужно но пытались идти в новую современную вот этих мастеров вы конечно знаете это Луисю и Андре Мармо они очень много говорили они у истоков артекло стояли и вот начало 30-х годов интернациональный стиль повсюду современное движение над этим что-то делается пароходы трубы очень хорошо давайте сделаем значит мебель которая будет обыгрывать этот мотив труб но Сюймар и их ателье францесс это традиционалисты это хранители французской национальной традиции мебели поэтому в общем у них получилась техницистская симфония в духе Минуэта 18-го столетия и сочетание материалов и обработка трактовка вот этих металлических обрамлений это скорее не язык современности а язык стиля буль где применялся активно металл пропорции полукруглые элементы в угловых частях предметов мебели можно встретить очень активно мебели восемнадцатого столетия то есть достаточно компромиссное и уже довольно странное не вполне органичное притягивание французской традиции к языку традиций ой я не оговорился да традиции к языку современности да ну не говоря уже о шелковой подушке которая на этих пароходных трубах конечно чудесно органично выглядит таковы стильмар полфолло который работал в духе пара во стиле модерн который был руководителем декоративной мастерской при одном из крупнейших парижских универмагах создатель стиля полло один из самых плодовитых и легко адаптирующихся новой стилистике мастеров французских тоже в общем тридцатый год все делают мебель с использованием хромированной стали ладно хорошо я тоже попробую все в порядке сейчас я вам изображу и хромированную сталь будут и эффекты световые декоративные все прекрасно начинаем работать из хромированной стали делаются как видите каннелированные колонны да классический архитектурный мотив который придает этому материалу несвойственную монументальность и это получается конечно игра но игра немного многословная и несколько тяжеловесная если говорить о части этого предмета исполненного из дерева то это конечно аллюзия на 18 начало 19 столетия то что в россии называют столик бобик то есть боб форма фасоли и мебель эпохи бидермайера то есть скорее вот эти ассоциации возникают но мебель это рационализировано она прорисована с большим геометризмом с такой строгостью ну и световые эффекты некие возможно из современных пластиковых материалов исполненные но светильники такого более или менее традиционного облика эмель шакрюльман закончил замечательного французского мастера художественной мебели он недолго поскольку он рано скончался в тридцать втором году но успел все таки в эту эстетику поиграть и его эталон выберенный очень строгий очень законченный стиль взаимодействовал весьма живо с эстетикой современного движения скажем двадцать девятом тридцатом тридцать первом тридцать втором году он создает некомод ящик для документов тоже да очень строгая иллюзия на современную деловую конторскую мебель но мебель исполнена применением очень дорогого покрытия лаком многослойным помним да что рельман вкладывал в мебель свою невероятное усилие усилия и был мастером перфекционистом и часто собственно вложенные усилия даже и не окупались он продавал мебель дешевле чем чаще чем даже материалы которые были использованы для ее изготовления ну да в данном случае это конторская мебель доведенная до абсолютного перфекционизма что собственно тоже функционально необоснованно потому что обычная конторская мебель дешевле отходится и может быть функциональнее и практичнее это вновь благородная игра мастера ар-деко перлигрен мастер очень многогранный который и художественные переплеты делал и предметы мебели для сидений вот такой вот стол где буквально как элементы какого-то пазла вставлены друг в друга два компонента ар-деко стремление к пониманию разнообразных традиций как да вот это змеиная кожа неевропейские культуры формы рожденные искусством неевропейских народов и ультра современные формы вот это хромированная сталь блеск современности эстетика техницизма они скомпонованы с максимальным локализмом в этом столе под названием питон 2028 года и вот такое еще завершение это вещь 30-го года где ну да казалось бы эстетика современного движения тоже присутствует да в этих рациональных минималистических формах декоративных но при этом эта вещь скорее для дамского бодуара чем для виллы собой уже даже крамола просто да вилла е1027 тоже ни в коем случае такую вещь бы не вместила в себя да я думаю что и вилла но ай тоже в общем как-то старался бы дистанцироваться от таких предметов вещь уже абсолютно адаптированная к такому традиционному буржуатному интерьеру вилле входил в фуам работал в его контексте и эстетика модернизма через молеста венса через популяризаторскую работу фуама через ее выставки приходит к широкому потребителю и в архитектуре скажем обыгрывается и ленточное остекление и вот эти дома на ножках все эти элементы эстетики и крабюзье становятся языком общедоступным языком торговой архитектуры архитектуры для потребителя магазина да которые можно зайти легко сделать покупки даже не очень дорого это универмаг от троакортье в париже который был построен в 32-м году архитектуре по фамилии форт дюжанин это обычно всегда в этом контексте мы вспоминаем и о группе достей голландской группе которая еще в конце десятых годов предложила свой вариант современного дизайна достаточно герметичный оставшийся в пределах Голландии и ближайших сопредельных регионов поскольку в общем скорее к выходу в практическую плоскость эстетика абстрактного искусства еще не вполне была готова нужны были инструменты которые появились ну примерно десятилетия спустя так что творчество группы Дестейли скажем мебель Геррида Ритвельда скорее вещи герметичные оставшиеся в интерьерах самого мастера и ближайших его друзей и домашних только для не многочисленных заказчиков как правило только внутри Голландии группа Дестейли могла собственно изготавливать какие-то мебельные гарнитуры какие-то примеры дизайна ну естественно если представить себе что главой и главным идеологом группы Дестейли был Фитмандриан и его очень жесткая геометрическая структура живописная здесь сразу вспоминается то понятно что мебель следует этим принципам этим пропорциям этим в том числе и цветовым схемам и и живопись и мебель должны являть собой некую общую дизайнерскую программу идея конечно не вполне развлекательная не вполне импонирующая зрителю ко многому обязывающая и поэтому наверное не вполне востребованная тогда когда она появилась то этот гарнитур был создан для мецената которого назвали Феликс Дель Марли в Голландии по середине 20-х годов единственный проект где объединились силы группы Дестейль в лице Тео ван Дуйсбурга с более или менее общественным интерьером это кафе обет в Страсбурге который принадлежал тогда Франции обернулся в регион после первой мировой войны старался утвердиться и вот тем не менее не французы а голландцы заявили о себе Дуйсбург если вы помните если у Мандриана все такое прямоугольное то у Дуйсбурга все ромбическое и они на этом разошлись драматически друг с другом Мандриан не мог ромб простите Дуйсбург в Страсбурге вот ведь человек был очень строгий так что конечно ему было не до игры но тем не менее пожалуй пример этот единичный кафе обет не сохранился в своем первоначальном виде это реконструкция второе время двадцатого года Италия ну показываю скорее просто чтобы намекнуть на то что там тоже эта эстетика перерабатывала с поправкой на такую метафизическую архитектуру и такую любовь к плоти материала который итальянским дизайнерам очень присущ это работа дизайнера Джусетто Пагано кресла конца двадцатых годов итальянцы довольно быстро перешагивают через строгость эстетики интернационального стиля для того чтобы создавать вещи игровые но я бы сказал уже не обыгрывающие строго интернациональный стиль а скорее придающие этим предметам какую-то антропоморфность биоморфность то есть в общем они предвосхищают постмандернизм уже в какой-то степени такой светильник под названием иллюминатор в 1929 году создает Лучиано Бальдисари для технических дизайнер в Англии очень любопытно проявляли себя эстетик вот этого компромиссного арт-деко дробь модернизма с помощью и при участии мастеров которые прошли выучку или в Баухаузе или что еще любопытнее во Футемасе вообще нужно вам сказать что после 1933 года когда Балхауз был нацистами закрыт его эстетика выплеснул с мир для того чтобы явить себя в Британии в Соединенных Штатах в Палестине предшественнице государства Израиль в самых разнообразных регионах ну а вот работа архитектора Эриха Мендельсона который известен как архитектор экспрессионизма немецкого но в середине 30-х он уже с удовольствием адаптирует эстетику интернационального стиля эстетику островов и строит вот этот павильон для лавор в Бэксхилле Бэксхилл как раз такой морской курорт один из цепочки городов подобного рода это тоже своего рода корабль несколько палуб и эффект движения эффект такого неспешного плавания эта архитектура безусловно обыгрывает хотя конечно намного более строга чем творчество мастеров французского уан вот собственно Эрик Мендельсон его помощник Сергей Чермаев Серж Чермаев мастер российского происхождения создают вот такие эффектные вещи пандусов как в Корбюзье все-таки там нет это ступеньки так Бертольд Любеткин мастер которого здесь нужно назвать это строго говоря воспитанник путемаса уехавший в Англию во второй половине двадцатых годов уже активно работающий в контексте британской культуры и адаптирующий ну не принципы даже интернационального стиля или Корбюзье а скорее даже ну скажем Архитектона Малевич пространственные конструкции русского авангарда к целям дизайна и вот скажем дом в районе Хайгейт в Лондоне в середине тридцатых годов он формует входную группу вот такой пластичной композиции которую сделала бы наверное честь скульптурному классу в Путемасе самая знаменитая работа Вертольда Любеткина бассейн для пингвинов в Лондонском зоопарке один из эталонов британского модернизма и наверное если так брать по данному по-моему 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 это самое развлекательное из всех вещей созданных в этой стилистике в Англии в межвоенную эпоху собственно говоря пингвины должны были забираться по пандусам вспомнили ле-корбюзье да игра конечно тут присутствует а потом выходить на площадку и скатываться по наклонным ну опять же пангусам таким скатом наклонным плоскостям ну в общем уподобить гостей участников архитектурной прогулки ле-корбюзье пингвинам в общем идея вполне себе ироничная ясно что Любеткин ну каким-то образом хотел сыграть в эту игру ну этот бассейн для пингвинов в последние годы идеально восстановили весь вычистились прекрасно все сделали но знаете пингвинов туда уже не пустили потому что посчитали что неэтично по отношению к пингвинов заставлять их все время как белка в пелесе совершать этот круг решили что это вот унижает достоинства пингвина и пингвины живут в другом месте англичане уверены что им там нравится больше как можно спросить пингвина не знаю так или иначе увы эту игру больше уже не увидишь Чарльз Холден архитектор который создает в 30-е годы стилистику новых павильонов лондонского метрополитена довольно серьезное транспортное строительство ведется и оно ведется как раз в этом минималистическом духе духе современной архитектуры но она решается все-таки с изрядной долей декоративности напоминая то какую-то сигнальную радиомачту что тоже функционально не очень обоснованно то какую-то компанилу как здесь в станции метро острове парк в лондоне опять же элемент многопалубности все это в одном и такое объединение конечно приближает эти памятники при всем их локомизме к арт-деко британские мастера весьма преуспели больше наверное даже чем в адаптации эстетики арт-деко к своим целям эстетики вот этого дорогого модернизма такого обыгрывания эстетики интернационального стиля в дорогих материалах и ну таких не очень строгих культурных контекстах скажем гостиные всевозможные такие частные бары спальни властяцкие интерьеры в новых домах оформляются в этом духе очень часто довольно серьезно тиражируются эти формы и это становится уже в полной мере достоянием британской культуры обретает такую емкость цельность и убедительность ну скажем тот же Сергей Чермаев гостиная для универмага Уоррен и Гиллу это типовая гостиная которую собственно можно было как пример для подражания взять себе но ясно что здесь Шарлотта Периан скорее с ее виллой 1027 повлияла с этим ковром а коверку с этими круглыми формами отсылает конечно к Руберо про Доланей его смутанному фубизму с этими обращающимися кругами так что от язычного прикладного искусства здесь тоже прокладывается сразу маршрут английскому дизайну присуща конечно определенная эксцентричность и здесь может быть даже больше чем французы они проявляют такую смелость в игре но смелость скорее не развлекательную а такую смелость формальную кожей зебры да и обтягивается обтягивается форма напоминающая автомобильное сиденье его пропорции подлокотники делаются из проницаемого стекла то есть вещь игровая но не развлекательная так бы я сказал Дар Дэвид Плейдел тоже одна из таких английских гостиных в духе модернизма начало 30-х годов такой интерьер серии 30-х работы дизайнера Бетти Джоэл здесь видно что эстетика Шарлотты Перриан с ступенчатой формы напоминающей и о ней и об истории небоскреба и кстати такой стол напоминающий Луи Соньё абсолютно в духе юама и вот эти ковры очень характерные ну а кушетка скорее отсылает к традиции мебельной к форме кушетки аркамье то есть привязка историческая тоже здесь сохраняется и это пространство все-таки апеллирующее традиции Истон и Робертсон это создатели если вы помните английского павильона на Парижской выставке 25-го года тоже работают в этой эстетике ну может быть несколько ее размягчены трактуют в карикатуре тогдашней находят английской находит это пристрастие англии к современной мебели современному дизайну свое отражение вот в такой взломанной позе сидящей в очках которые очень напоминают ле-корбюзье с трубкой которая тоже атрибут ле-корбюзье владелец холостяк конечно же потому что эта эстетика считалась не семейной в своем интерьере наполненным современным искусством и минималистической мебелью как раз холостякский интерьер с такими образами обнаженной натуры с намеком на сюрреализм с его любовью к предметам 17-18 столетия и восточным культурам но тем не менее все-таки скорее в лоне артеку пребывающая история вот бары такие домашние бары тоже очень английская тема и как видите решается это в духе абсолютно мебели объединения юан эта эстетика конечно приходит с континента в Англии в данном случае еще один домашний бар в котором обыгрывается эстетика мебели стальных трубок и типовой фанеры еще один такой коктейль-бар бар или в интерьере частной квартиры или в любом случае в камерном пространстве тоже тоже с очень любопытной аллюзией на эстетику 19-го и даже 18-го столетий в этом декоративном панно кстати фланкированным еще такими напоминающими колонны что ли формами тоже в общем историческими людьми но не забудем и конечно формы каннелированных колонн в этой барной стойке тоже довольно любопытное обращение к архитектурной традиции в Англии производилась и массовая мебель из стальных трубок ну скорее такая в общем сочетающая утилитарность и развлекательность но я бы сказал без того эстетства которое присуще вещам созданных для вот этих вот дорогих холостяцких интерьеров которые мы только что посмотрели иногда собственно и без стальных трубок но в формах апеллирующих к рациональности вот этого интернационального стиля мебель английская создается мебель из каталога фирмы футмен кстати похоже немного на довоенную рижскую мебель да обязательно сказать об индийских примерах работы в этой эстетике современного стиля с перемешанной арт-эхо поскольку наверное нигде в мире это не дает такого парадоксального результата как в заказах которые раздают европейским дизайнерам индийские магараджи Индия не была подчинена Англии как единое государство это была совокупность собственно княжеств определенных регионов формальное управление которыми осуществляли местные правители и вот скажем государство Индор находилось под управлением своего магараджа вот этот магараджа Индора был большим покровителем европейских художников и дизайнеров себя он представлял в таком европеизированном виде заказал свой портрет Бернару Бутед Мандей французскому художнику в 1929 году построил для себя дворец в столице государства Индор дворец Маникбах это не этот дворец но сопредельный с ним дворец Морби новый дворец так называемый в ту же эпоху построенный примерно в той же эстетике такой магараджа был в Индии не один один корпорал другого как вы видите эстетика модернистской иллы перенесена на хвосток дополнена характерными индийскими архитектурными элементами душе трактовыми в рационализированном духе и производит такой немного парадоксальный эффект но то как это выглядит внутри это совсем невероятно потому что очень строгий очень такой минималистический язык интернационального стиля здесь обретает восточную роскошь и избыточность то есть в общем встречается с противоположным полюсом и создается невероятный эффект вот скажем это бар вот в этом дворце который мы только что посмотрели бар с бассейном роскошные материалы самые последние технологии создают пространство принадлежащее ни в коем случае не рациональности ни в коем случае не жизнестроительным проектам а только меги роскошь и развлечения вот интерьеры собственно созданные для гаража индора их разрабатывал Эккард Мултезиус мастер немецкого происхождения но полностью принадлежащий британской культуре мы видим что эстетика юам с ее обе к стальным профилям к имитации вот таких крашенных поверхностей здесь становится языком на котором создается на котором говорит вновь роскошь и избыточность гигантская кровать которая призвана то ли найти автомобиль то ли самолет то ли пароход в любом случае что-то очень современное но пожалуй этой некие роскоши этим леопардовым и тигровым шпурам это все-таки не совсем хорошо соответствует спальня Макараджи Индора тоже в этом дворце Маник Бак Луисон Йо мастер и Шарлотт Аликс его соавтор тоже участница уяма вот такие интерьеры для Макараджи создают материалы самые роскошные вещи это конечно уникальные и очень тиражные еще еще одна кровать Макараджи тоже да эти элементы техницистской эстетики здесь уже и американский промышленный дизайн в некотором роде со своей стороны начинает оказывать влияние мы о нем в следующий раз поговорим но но тоже такой абсолютно декоративный эффект ну вот это думаю что самая лучшая кровать Макараджи которая которую как можно себе представить здесь да эстетика интернационального стиля с вот этими новыми материалами с минимализмом форм но тем не менее становится многословной и на основе этой эстетики возникает абсолютно традиционный объект где все что должно быть в кровати Макараджи присутствует и полок такой полноразмерный и в общем панно с изображением соответствующих божеств присутствует здесь ну и в общем подиум да потому что Макараджи ну не таков он чтобы спать просто на полу чтобы кровать стояла но все это в формах оперирующих к интернациональному стилю вот ванная Макараджи в дворце в Йодхпуре в середине 30-х годов тоже подиум и максимальная роскошь но здесь скорее это даже ближе к раннему французску Марты Кокли чем к интернациональному стилю вот такой бассейн во дворце в Йодхпуре если сравнить это с бассейном Билла Нуай то Билла Нуай окажется просто поверженный и лежащий вверх лапками потому что конечно такой роскоши европейский модернизм европейский интернациональный стиль ни в коем случае не мог себе позволить это удел в прямом смысле слова индийских Макараджи Америка эту эстетику принимает как элемент моды как элемент прогресса Америка на это очень всегда чутко реагирует и дает этому пожалуй самое рациональное применение начинает использовать эту мебель из стальных трубок эту эстетику очень активно для баров, ресторанов, общественных пространств собственно где и до сих пор эти вещи очень часто в Америке обретаются да и в других странах но в Америке именно там это приобрело самое широкое распространение впервые вышло благодаря Америке из вот этой замкнутости элитарных интерьеров в массовое пространство и поскольку да по линии вертикальной мобильности очень быстро эта эстетика в Америке стала массовым достоянием в общем за очень небольшие деньги можно было купить эти вещи оформить им собственный дом хотя в общем американцы были в этом смысле достаточно консервативны пожалуй американцев покупать мебель из стальных трубок стимулировало одно экономическое соображение дело в том что во время Великой депрессии цены на стальной прокат очень сильно упали мебель из стальных трубок была реально дешевая очень сильно и она стала дешевле деревянной мебели но для кого то это было стимулом хотя все таки американцы больше привыкли видеть приемных врачей или в барах и закусочных ну для того чтобы активнее продавать эту эстетику эту стилистику и чтобы в общем загрузить промышленность которая получала благодаря этому новые заказы в Америке с ее пристрастием к рекламе возбегались вот такие рекламные дома образцовые дома современности которые можно было посетить и примерить этот новый стиль жизни на себя как во второй половине двадцатых годов в Америке возили выставки примеров работ французских мастеров арт-деко так и сейчас строятся эти модельные дома для того чтобы новое изобретение европейцев адаптировать на американском континенте вот такой дом будущего архитектора Джорджа Кретча который в середине тридцатых годов строится в Америке слишком многословный слишком сложный слишком декоративный не только для не то что для но и для молестия тоже такая американская адаптация и конечно же наверное в этом контексте хорошо посмотреть архитектуру Майами крупную архитектуру которая скорее обыгрывает именно эти мотивы уснащая их изобильно как в Америке это принято декоративными деталями уже совершенно игрового порядка Майами его архитектура тридцатых годов здесь наверное эталонный тому пример архитектор Генрих Хоухаузер тридцать девятый год вот такие так выглядят эти дома это кварталы огромное пространство застроенное однотипной архитектурой фактически это сбывшаяся мечта Баухауз типовое воспроизведение мотивов но при этом чтобы адаптироваться к американскому вкусу эти вещи должны стать развлекательными декоративными насыщенными более или менее избыточными деталями импонирующими заказчикам нужно сказать что создание этих работ и этой эстетики в целом в Америке принимали уже значительное участие эмигрировавшие туда мастера германского Баухауза покинувшие Германию в середине тридцатых годов тоже Майами еще Майами вот того что в Америке превращаются эти формы и уже Америка в свою очередь начинает оказывать влияние на другие страны пространство как мы с вами уже рассуждали невероятно мобильная эта эстетика появившись в одном месте перехватывается перетолковывается со всеми других регионов и скажем в Бомбее вот эта американская эстетика Майами бич вдруг вспыхивает и там возникает очаг влияния очень активный Marine Drive называется то место которое застроено было в конце тридцатых годов домами очень похожими на американские образцы от 40-го года такой дом с эффектным угловым решением ну и вообще строго говоря архитектурный рационализм такой баухаузерского толка довольно серьезно адаптируется и находит в себе применение в разнообразных странах Восточной Европы ну не мне вам об этом говорить рижские дома этого времени вы прекрасно знаете нужно сказать что рижские дома прекрасно напоминают собой дома Хаунаса Кракова Львова Будапешта Бухареста и это эстетика которая таким настоящим большим полем покрывает Восточную Европу мне очень нравится название знаете во Львове эти дома называют дома люксовы то есть да, они придумали в Валяне некую никогда не существовавшую тюрьму люкс которая якобы строила эти дома воплощение такой доступной роскоши компромиссы между удобством и такой развлекательностью жизни в современном городе приятие не только техницистского строгого языка но и комфорта воплощается в этих домах у которых которые очень активно используют одновременно и эстетику современного движения и эстетику арт-деко и в этом они не встречают внутри этих домов никакого противоречия по Польшу эта стилистика и развивалась в ней и внедрялась довольно активно и вот собственно буквально на пороге Второй мировой войны выставка современных интерьеров в Варшаве состоялась и служит тому доказательством с этими световыми эффектами с этими новыми фактурами новыми поверхностями как водится Советский Союз тоже в общем не остался в стороне от этого мирового направления скажем эстетика постконструктивизма то что мы в России так называем теперь уже более или менее законно та эстетика которая в 33-м, 34-м, 35-м годах существовала в Советском Союзе здесь служат иллюстрации этого конференц-зал в издательстве Правда мог бы вполне принадлежать руке одного из мастеров ЮАМ как минимум поскольку здесь и современные материалы и одновременно цельный уверенный архитектурный почерк ориентация на традицию все это прекрасно сбалансировано и понято профессиональным умом и нужно назвать здесь 12-ю мастерскую Моссовету наверное мало что это вам говорит но тем не менее когда в 32-м году была перестроена схема управления собственно художественной сферы в Советском Союзе архитектура тоже подверглась довольно серьезной реформе и были созданы вот эти номерные мастерские каждая из них подчинялась крупному деятелю архитектуры 12-я мастерская последняя по счету занималась прикладным искусством и собственно ее руководили коллегиально такие дизайнеры как дизайнеры как Замский Янг Дамский Боров в общем мастера которые увы к большому сожалению не развились как цельные личности поскольку очень скоро эта эстетика в Советском Союзе схлопнулась и была заменена тяжеловесной классизирующей сталинской архитектурой где конечно вот эти игр в духе ЮАМ совершенно уже не приветствовались ну и как последнюю иллюстрацию Япония конечно не остается здесь в стороне там тоже эта эстетика адаптировалась и вот такое подобие стеклянного дома доктора Дальзаса с поправкой на традиционную культуру японского дома тоже проницаемого с этими ширмами здесь описывает полный круг и завершает свой цикл ну и мы тоже завершаем спасибо вам за внимание большое и оставим надеяться надолго и следующая встреча у нас будет уже завершающая она будет двухчастое мы рассмотрим немного промышленный дизайн американский 50-х годов и то что называют нео-артехо реинкарнация артехо в мировой культуре 60-х, 70-х, 80-х, 90-х так что спасибо 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 спасибо